Здравствуйте. Добрый день. Микрофон есть. Можно? Это прям прекрасно. Раз, раз. Итак, добрый день еще раз. И действительно я хочу поговорить сегодня о тех инструментах, которые мы можем использовать внутри компании для работы, для построения работы как раз как HR специалистов, и для построения внутреннего бренда внутри компании. Я буду говорить в основном про инструменты Bittrex 24, но у меня такой доклад, он получается немножко смешанный, я даже скриншоты сюда не добавляла. Я вроде как рассказываю с одной стороны про Bittrex, с другой стороны это все-таки про те сами ценности и то, что в компаниях, как правило, бывает важно. Немножко что бы мне представить по аудитории. Кто является именно HR специалистами, HR профессионалами? Владельцы бизнеса. Так, и специалисты, да, менеджеры, я даже не знаю, как еще указать, потому что, ну, судя по темам, да, обычно это интересует либо HR специалистов компании, либо это все-таки владельцы, то есть первые лица, да, наемные управляющие, малый и средний бизнес, как правило. Я к чему еще задаю эти вопросы? Дело в том, что обычно выступаем для малого и среднего бизнеса, и там, как правило, люди не очень хорошо знакомы с профессиональной терминологией, которая есть у HR специалистов, да. Мне мое психологическое образование позволяет, в общем-то, в ней ориентироваться и ее узнать, но тем не менее, я прошу прощения у тех, кто из профессионалов, потому что я здесь называю многие вещи не стандартными именами, да, а так, как они лучше ложатся, во-первых, на инструменты, во-вторых, на историю с пониманием. Итак, для начала, первое, что у нас управление в компании, я думаю, это не секрет, строится на разных уровнях. Ну, вообще, как любая наша деятельность, да, если мы представляем там пирамиды Маслоу, пирамиды логических уровней восприятия, то есть любая вот, любая система, которая как-то описывает наше взаимодействие с миром, да, там, где предполагается, что у нас есть разные уровни взаимодействия, и здесь на работу компании, на работу компании с персоналом, на выстраивание отношений с персоналом, да, с сотрудниками, с людьми внутри компании, тоже прекрасно накладывается. И можно выделять вот такие четыре больших уровня. Самый верхний, да, самый глобальный, который пронизывает, и вот то, о чем прекрасно сейчас рассказывали из компании Буше, да, это ценности компании, да, это корпоративные принципы, то есть, ну, по-разному тоже их называют, но это вот то, что составляет внутреннюю культуру, внутреннюю жизнь компании, и компания, как правило, что знает, да, мы поддерживаем, не всегда, вернее, наоборот, не всегда знают, как это называется, но всегда внутри компании это транслируется. То есть пришел новичок, и старшие товарищи, которые уже давно работают, быстро его научат, что курить в обед лучше не надо, да, у нас это не принято, даже если это нигде не прописано, все задерживаются после работы, либо, наоборот, все уходят раньше, с боссом мы всегда на «ты», либо с боссом мы на «вы», а только особо приближенные на «ты», чай у нас не пьют, либо, наоборот, чай все пьют обязательно, да, там такое-то в установленное строго на руководством время, ну и другие вещи, которые мы транслируем. То есть это внутри компании, внутренняя культура, да, это вот первый такой самый глобальный уровень, который влияет на все остальные. Следующее – это, ну, жизнь компании, то есть это то, что происходит внутри и не связано с работой. Принято в компании сплетничать, где-то да, где-то нет, да, поддерживается это руководством, либо нет, то есть вся неформальная сторона общения. Где-то принято поддержать новичка, где-то приняты варианты с дедовщиной, да, пришел новенький, пусть он, значит, там все неудачное время работы, все сложные сделки, все непонятные клиенты, все туда. Где-то, наоборот, принято новенькому помочь, да, устраиваются там красивые истории со встречами, там делается рассылка, да, что-то такое, то есть для новичка создаются максимально комфортные условия. То есть и в процессе работы это тоже сохраняется и действует. Дальше, собственно, организация сама процесса работы. То есть должны быть инструменты, которые поддерживают рабочую атмосферу в компании. Ну, везде они есть. Вопрос в том, насколько хорошо они развиты и насколько сотрудники умеют ими пользоваться, насколько вообще это в правилах, в ценностях компании использовать инструменты. Дальше, это, в общем-то, индивидуальные инструменты, то есть что получают сотрудники на входе, с чем они могут работать. Для кого-то это просто набор инструкций, максимально подробно описывающий, да, и иллюстрирующий там вот буквально каждый шаг, что нужно сделать. Недавно видела обсуждение как раз собственников небольших бизнесов, и они обсуждали, что мы делаем инструкции для клиентов в виде комиксов. И они эти комиксы, ой, для клиентов, простите, для сотрудников, и они эти комиксы рисуют, правят, добавляют, так что новый сотрудник, приходя, он первый день тратит на то, что он листает, читает эти комиксы, там подобрано с карикатурами, там это сделано в виде, в электронном формате, в виде презентации, да, и кратко пояснение, что надо сделать, карикатура, которая запоминается, и какой-то короткий вывод. То есть, это те инструменты, которые дают возможность, опять-таки, упростить управление, да, упростить всю работу внутри компании, в том числе передать ценности. Дальше, корпоративные принципы. Если мы говорим про каждый уже из уровней подробности, корпоративные принципы. Ну, первое, что, как правило, в малом бизнесе чаще всего встречается, это союз равных. То есть, объединились компании люди, нет выстроенной такой прям иерархии, да, есть какие-то похожие, набор обязанностей, причем он, как правило, этот набор обязанностей и действий равномерно распределен по всем в компании. И, ну, есть у каждого обычно своя специфика, а есть что-то такое общее, что сегодня там это делает менеджер, завтра это делает гендиректор, послезавтра это может сделать еще кто-нибудь, либо может не сделать никто. Но при этом все между собой равны, ну, обычно собственник в такой компании, да, немножко ровнее, потому что если там зарплата выплачивать или что-то, то все с вопросами к нему, вот, ну, собственно, какие-то, конечно, решения остаются именно за ним. Другой вариант, это вариант, когда строится как диктатура, да, и в компании есть жестко установленные регламенты, кто, что, когда делает, решения руководства не обсуждаются, то есть, ну, это получается такая, если сравнивать, обычно очень похоже на армейскую структуру, вот, но, к сожалению, в отличие от армейской, там, где структура существует достаточно давно, и там очень много уже зафиксировано на уровне стандартов, здесь эти стандарты строятся вживую, по живым сотрудникам, по воле, в общем-то, того, кто это все строит. Так, я сейчас попробую. Так, нет, так не получится, ну, давайте вернемся сюда тогда. Вот, я хотела просто показать сразу на примере, но так он у меня и не загрузился в итоге. Вот, значит, если мы говорим про инструменты именно Bittrex 24, да, и сегодня вот в первом докладе Михаил рассказывал о том, какие существуют. И если у нас компания союз равных, да, то что мы делаем обычно в первую очередь? Начинаем ставить друг другу задачи, и под это Bittrex ложится прекрасно. То есть можно взять любой сотрудник, берет задачу, да, открывает форму добавления задачи, и любому сотруднику другому совершенно спокойно эту задачу отправляет. Если компании все равны, то задача, поставленная от менеджера, гиан-директора, воспринимается совершенно адекватно. Если в компании все не равны, да, и вот, в принципе, одна из ценностей, да, это вот жесткая вертикаль, когда есть уровни субординации и так далее, то тут у нас возникают, конечно, проблемы после того, как в первый же раз кто-то отправляет задачу ген-директору. Ну, собственно, и вопрос сейчас так к Bittrex, да, а можно ли ограничить как-то, да, что вот нельзя поставить задачу ген-директору? Нет, на уровне инструмента технически штатно сделать нельзя, только если перепрограммировать, но перепрограммировать столько, что проще взять какой-то другой инструмент, где можно штатно. Вот, поэтому Bittrex прекрасно ложится на те корпоративные ценности, на те компании, где все-таки союз равных, либо последний вариант, то, что я сегодня сейчас расскажу, это кадровая независимость. То есть, что такое система кадровой независимости? По сути, это хорошо прописанные роли, прописанные внутри компании, такие аккаунт и должностные инструкции, когда каждый сотрудник, садясь на свое рабочее место, открывает портал Bittrex24, и у него там уже прям вот все настроено. Он открывает и видит, вот мой список задач на день, те, что у меня срочно надо сделать, подсвечены красным, те, что не срочно, но сегодня желтые, те, что терпят, зеленые. И он спокойно садится, не тратя время, не вникая в какие-то детали, работает с этим инструментом. Что еще есть в Bittrex24? Допустим, это новичок, он садится за свое рабочее место, видит у меня вот эти задачи красные, эти желтые, эти зеленые, а что мне с ними делать, непонятно. В Bittrex есть замечательный инструмент Вики, который компания наполняет, либо выкладывает туда один раз заготовленную инструкцию, либо пишет туда постоянно короткие такие статьи, что если тебе нужно отправить договор клиенту, вот образец заполняется так, на согласование сюда. Точно так же в Bittrex24 для этого есть такой инструмент, как бизнес-процессы. Заходим с главной страницы, живая лента, добавить бизнес-процесс, вернее запустить бизнес-процесс, и запускаем счет в оплату, заявление на отпуск, договор на согласование. Все один раз в компании выстроено, описано, и дальше компания живет по этим правилам. На мой взгляд, Bittrex24 лучше всего работает как инструмент именно в этих двух корпоративных принципах, ценностях. Когда мы, либо у нас выстроена действительно вот такая внутренняя система работы, все очень хорошо описано, все стандартизировано, тогда мы один раз заказываем кому-то, либо делаем самостоятельно вот эту настройку в B24, и дальше вся компания спокойно работает. Пришел новый сотрудник, мы ему дали, завели новую почту, включили его в нужный раздел, установили право доступа, и он буквально при первом же заходе, он получает соответствующие задачи. Вот это прочитать, с этим ознакомиться, вот туда дальше перейти, с этим начинаем работать. То есть это вот такие строго формализованные вещи. И тут B24 работает прекрасно. Если у нас другой вариант, компания работает как союз равных, опять-таки B24 работает прекрасно. Почему? Но тут уже другая его сторона используется, и, собственно, это та сторона, которую задумывал сам B24, когда начинал разрабатывать этот инструмент. Здесь уже используется возможность, что все коммуницируют и спокойно общаются со всеми. То есть мы можем создать по новому проекту рабочую группу. У этой рабочей группы будет свой руководитель. Он приглашает туда других сотрудников. Они внутри этого проекта, внутри этой группы обмениваются задачами. У них там свой календарь, у них там свои документы, у них там внутри этой группы свое файловое хранилище со своими, опять-таки, персональными какими-то материалами, которые относятся только к ним. При этом сотрудники остальных, других подразделений, могут даже не видеть, что происходит именно в этой группе. Она может быть скрыта от всех, она может быть видна другим, может быть не видна. То есть есть разные тут варианты настроек. И это все между собой тоже, опять-таки, прекрасно взаимодействует, хорошо работает. То есть единственный вариант, где Bittrex будет лучше не использовать, если очень жесткая вертикаль внутри компании, то на уровне технологии этот инструмент ее не поддерживает. Есть примеры компаний, где мы проводили, например, обучение в компании. Там их, по-моему, сейчас 16 тысяч человек. И, конечно, там есть вот это, ну, все необходимые инструменты, да, и понятно, что там выстроена вертикаль, или субординация, кто кому подчиняется, там филиалы, разумеется, это все понятно, что они не выживут, если они будут жить, как союз равных, да, они, конечно, такая масса людей не будет эффективной. Поэтому у них это выстроено, они используют Bittrex, но у них выстроено внутри компании это все на уровне инструкций. То есть чисто технически, да, и на уровне теории любой сотрудник может поставить задачу гендиректору. Но как-то они на уровне, в общем-то, человеческом догадываются, что лучше этого не делать, да. И вот эти все вещи один раз объясняются и транслируются в компании, и дальше, в общем-то, проблем с этим не возникает. Но при этом, если брать, да, компанию, где нет таких инструментов, может быть, да, опять-таки построенных, а при этом руководитель считает, да, как правило, это не очень большие компании, да, там руководитель считает, что он самый главный, никто не должен там ставить ему задачи, вмешиваться в его решения, и при этом, ну, попытаются использовать Bittrex 24. У нас был пример, это, в общем, у них не сложилось, не получилось. Дальше, жизнь компании. Ну, в этом плане, в Bittrex 24, какие у нас есть замечательные инструменты. То, что уже сегодня обсуждали, да, компания в уше при встрече новых сотрудников их обнимает, да, где-то при встрече компания проводит, ну, такую презентацию сотрудника, где-то, например, когда приходит новый сотрудник, да, принято, что он в конце недели, там, ну, проставляется, да, там чай, кофе, что-нибудь поинтереснее. Собственно, где-то принято, что там все сотрудники, которые в течение месяца были приняты, да, у них что-то такое происходит, какой-то общий праздник и отмечание. Это все, как это все, вроде как живые такие примеры, как это все перевести в Bittrex 24. Ну, во-первых, встреча нового сотрудника, до того, как он придет, я думаю, что все догадываются, что там очень много нюансов, что еще нужно сделать перед тем, как, собственно, произойдет его выход на работу. Подготовить рабочее место, как минимум, да, подготовить пропуск, подготовить какую-то информацию, инструкцию, уведомить руководителя, как минимум, отдела о том, что у него с завтрашнего дня выходит новый сотрудник. И когда в компании появляются отдельные подразделения, это все становится очень актуально. В Bittrex 24 есть возможность сделать специальный бизнес-процесс, когда либо HR-специалист, либо руководитель компании заполняет определенную форму, и дальше все уведомления, все задачи и так далее начинают выставляться автоматически. На примере одной, опять-таки, компании мы делали, они проходили у нас обучение, в процессе обучения мы с ними строили как раз вот такой бизнес-процесс на приход нового сотрудника. Инициатором построения бизнес-процесса, да, и его основным таким вдохновителем была девушка, которая у них работает в HR-отделе, и, собственно, что мы с ней в итоге построили. У нее есть форма, в которой она заполняет основную информацию о том, кто приходит, да, фамилия, имя, паспортные данные, имейл, дата выхода на работу. И дальше у них в компании, то есть это выяснилось, ну, уже в процессе построения, да, есть принципиальная разница. Человек выходит на замену существующему сотруднику, либо создается новое рабочее место. Причем об этом знала именно она, да, когда мы согласовывали, ну, и обсуждали этот бизнес-процесс, в группе были специалисты из других отделов, для них это было, в общем-то, да какая разница, новый, старый, при чем здесь это. Выяснилось, что они просто даже не берут в голову, что на самом деле HR, когда выходит сотрудник на новое рабочее место, она дополнительно ставит задачу по организации самого рабочего места, по поиску, куда поставить стул, что это все надо заказать, что ставится дополнительная задача собрать компьютер, приобрести телефон и так далее. И, в общем-то, ее коллеги были впечатлены масштабом того, что они даже не подозревали, что еще, в общем-то, ну, какие еще дополнительные действия, да, проходят не у них на глазах. И мы построили вот этот бизнес-процесс, он получился примерно из 30 действий, состоял из вот таких вот проверок, то есть она заполняет форму, указывает дату выхода, указывает отдел, в котором будет работать сотрудник, указывает номера комнат, в которых он будет размещен и куда ему нужен доступ. И дальше на основании этих данных будут поставлены задачи. Войти в службу, да, обеспечить ему пропуск и настроить его сразу так, чтобы он мог проходить по этому пропуску в те комнаты, где он будет работать, куда ему положен доступ. Соответственно, в службу безопасности, да, там, выдать ему дополнительно, у них там как-то все не просто с парковкой, еще что-то, да, то есть куча вот таких вот мелких задач, которые она раньше делала вручную, мы в течение там, потратив примерно 3 часа, создали вот такой вот костяк. Это без программирования, без привлечения каких-то дополнительных ресурсов. Вот, по сути, ну, построили за время занятия, да, потом она дома его отладила и, ну, не дома, я имею в виду в качестве домашнего задания его отладила и дальше уже с ним работали. Вот, то есть вот такие процессы, как встреча нового сотрудника, например, организация каких-то корпоративных мероприятий, да, еще что-то, это все прекрасно делается через Bittrex24. В Bittrex24 есть еще две большие возможности, это информирование внутри компании, да, но что имеется в виду? Что-то происходит, это обсуждать не надо, об этом нужно просто, чтобы все узнали. Есть живая лента, есть новости, один раз HR об этом пишет, да, либо руководитель, либо еще кто-то пишет эту информацию, если отмечает, что это важное сообщение, то каждый сотрудник должен кликнуть, что сообщение прочитано. Сразу видно, кто ознакомился, кто не ознакомился. Как вариант, да, периодически в компаниях какую-то информацию доводят до сведения под подпись, либо там с каким-то особым пометками, с какими-то грифами отправляют в почту. Если это та информация, которая не так важна с точки зрения законодательства, чтобы там стояла именно подпись, да, физическая, то достаточно отправить через портал, как важное сообщение, кликну кнопку «Прочитано», и вы сразу видите поименно, кто прочитал это сообщение, ну и, соответственно, уже понятно, что человек был с ним ознакомлен. Дальше, коммуникации. Это немножко другой процесс, да, если информирование мы всем сказали, нам не важно, что они думают по этому поводу, то коммуникации, наоборот, мы что-то сказали и хотим получить какую-то обратную связь. В BITREX 24 точно так же это прекрасно работает, то есть мы отправляем какое-то сообщение и собираем информацию дальше от пользователей. Теперь основные задачи именно BITREX 24 это организация рабочего процесса. Ну, то есть для чего он изначально задумывался, да, чтобы мы могли лучше организовать рабочий процесс. Здесь перечислены у меня основные инструменты, которые на сегодняшний день там являются, ну, такими наиболее чаще всего спрашивают, да, а задачи по смарту, да, BITREX 24 задачи можно ставить по смарту. Да, там, конечно, об этом не написано, что вот эта вот задача ставится по смарту, но когда мы ее открываем, все необходимые инструменты для этого есть. Чтобы мы точно знали результат, да, который мы хотим получить в конце, в задаче есть чек-лист, то есть мы прям по пунктикам пишем, что должно быть на выходе. У задачи обязательно устанавливается только один ответственный, чтобы не было желания разделить эту ответственность с кем-то еще коллективно, да, и плавненько размазать, когда мы все-таки это все не сделали. У задачи есть обязательно крайний срок, и в BITREX 24 можно поставить напоминалку, которая будет слать уведомление, что у вас есть задачи, у которых не выставлен крайний срок. Обратите внимание, да, задача без крайнего срока, да еще с непонятным ответственным, да еще может быть не четко прописано, но это убитая задача, забудьте, да, просто не тратьте на нее свое время. Дальше, это вот отдельный блок, то, что касается задач. Если кто-то не использует BITREX 24, ну, посмотрите, да, вот в плане задач там прекрасно реализован этот модуль, и им можно очень хорошо сразу автоматизировать свой рабочий процесс за счет того, что задачи можно делать повторяющимися, и задачи можно делать по шаблонам. И многие рабочие места в компании автоматизируются просто благодаря шаблонам и повторяющимся задачам. Это касается позиций, ну, как офис-менеджеры, да, как какие-то линейные менеджеры, линейные сотрудники, те, кто выполняют достаточно рутинные повторяющиеся операции, и про них просто важно не забыть. Да, у нас был пример, приходит компания, говорит, нам нужно автоматизировать рабочее место офис-менеджера. Почему-то я говорю, что офис-менеджер автоматизируется отсюда, приносят мне большую инструкцию, что должна делать их офис-менеджер. Говорят, нам надо построить бизнес-процесс. Там они делали расчет, сколько будет стоить построить этот бизнес-процесс в них Bittrex 24, и им насчитали порядка 200 тысяч. Ну, мы посмотрели, и выяснилось, что все, что они описали, укладывается в два небольших бизнес-процесса, которые каждый занимает, там, 3-4 часа работы, а остальное – это шаблоны задач, которые просто нужно выставить по расписанию. И, в общем, они посмотрели, что, да, действительно, когда мы им это показали, что, ну, они могут большую часть из этого реализовать самостоятельно, и самое главное у них остается гибкое управление. Изменилось что-то в инструкции, нужно поменять, да, там, раньше она поливала, допустим, там, цветы раз в неделю ей ставилась задача, теперь она поливает их раз в 3 дня, либо, там, раз в 2 недели, да, и у нее, соответственно, очень легко поменять это в настройках. У задачи, я имею в виду. Вот, а следующий инструмент – это воронка продаж, да, это прямо сейчас то, чем бредят отделы продаж, и, соответственно, руководители, собственники компаний, мы хотим видеть свою воронку, мы хотим видеть все эти стадии. Это все есть и прекрасно выстраивается, да, в Битрикс24 воронка продаж, система касаний. С точки зрения сотрудников, да, что в этом хорошо, да, в чем польза, сокращается время на обучение. Если мы один раз в компании прописали, да, что у нас воронка продаж, это вот такие-то, такие-то стадии. Первая стадия заканчивается, например, на шаге, позвонили клиенту, он взял трубку, да, мы с ним поговорили, назначили там следующую, да, и он сказал, что, ну, ок, присылайте КП. Как только КП отправлено, у нас стадия завершена. И мы в конце каждой стадии знаем, чем она должна закончиться. Если мы знаем это точно, если мы смогли это один раз описать в Битрикс24, то каждому новичку, когда он начинает работать с нашей воронкой, с нашей системой, гораздо проще в этом разобраться, да, у него есть понятные воронки, есть понятные статусы, мы просто двигаем клиента, двигаем систему по ней. И у нас получается, ну, при старте сокращается время на вход нового сотрудника, ну, и, конечно, стандартизация работы в том числе. Вот, ну, и для ведения проектов часто спрашивают, как в Битрикс24 вести проекты через рабочие группы, да, есть такой замечательный инструмент. В Битриксе он где-то называется группы, где-то называется проекты, ну, причем в одном и том же Битриксе, к сожалению, до сих пор так. Вот, но, тем не менее, да, в чем смысл, что это вот группа сотрудников, которые работают над какой-то одной, над каким-то одним проектом, у них внутри может быть несколько задач, у них могут быть свои документы, да, свои графики, календари и так далее. То есть в плане ведения проекта это, в принципе, ну, тоже хороший работающий инструмент. И дальше индивидуальные инструменты, которые Битрикс24 дает сотрудникам, с которыми, собственно, им проще дальше взаимодействовать, да, и на уровне компании, опять-таки, если это в ценностях компании, да, это, ну, как правило, транслируется, да, у нас никто не опаздывает, у нас мы следим за рабочим временем, мы все делаем вовремя. В одной компании это важно, в другой компании говорят, у нас свободный рабочий день, свободный график, лишь бы там в течение рабочего дня на 2-3 часа все между собой встретились и хоть как-то поговорили. Ну, это, как правило, да, вот то самое поколение YZ, да, которое, как бы помягче выразиться, не очень хорошо любит, не очень любит, когда их дисциплинирует, вот, и, в общем-то, не очень любит загонять себя в какие-то рамки, то есть это особенно IT-компании, да, я думаю, что кто сталкивался, все об этом знают, то есть вот для них понятие тайм-менеджмент, это совсем не то же самое понятие тайм-менеджмент, что для компании, где время – это как ценность. И если в компании принято, что мы не опаздываем, мы все делаем вовремя, что есть BITREX24 для того, чтобы помочь? Есть замечательный инструмент планирования рабочего дня, вы можете добавить спокойно в рабочий день те задачи, которые вы будете выполнять, и сразу посмотреть, есть уже на сегодня перегрузка по задачам, да, либо, ну, есть возможности, есть какие-то еще промежуточки. В BITREX24 есть календарь, и мы в календаре видим свои жесткие встречи, то есть если кто знаком, например, с тайм-менеджментом, в терминологии Глеба Архангельского, да, жесткие встречи, мягкие какие-то встречи, мягкие дела, события, задачи, все это можно перенести в BITREX24. То есть это тот инструмент, который, так это просто не подписано, но то, что у Архангельского жесткие встречи, да, жесткие события, соответственно, добавляем в календарь. То, что мягкие, добавляем в задачи. Задача может быть глобальная, которую мы ставим себе на месяц, и она идет, мы ее потихоньку, постепенно выполняем, можем отмечать процент выполнения в виде чек-листа, добавляя его к самой задаче. Сделали 10%, поставили галочку, что мы на 10%. Точно так же может быть другой инструмент, когда задача, например, короткая, мы ее прямо в окошечко с рабочим днем вписываем, что сегодня позвонить туда, передать эти документы, это, и у меня еще спросили это, да, и быстренько себе короткие пометочки делаем, в конце дня все прочекали, и что ценно, да, что в любой системе тайм-менеджмента есть отчет, и все фиксируется. То есть мы можем посмотреть, что же мы такое сегодня делали за день, да, куда же они эти наши замечательные 8 часов жизни, на что мы их потратили, на какие задачи. Ценно можем посмотреть свои, не менее ценно можем посмотреть то же самое по сотрудникам, на что же они потратили 8 часов их жизни, которые мы им оплатили. Вот, соответственно, это на уровне тайм-менеджмента, и это все поддерживается, это реализовано в BITREX 24. Следующее, о чем сейчас часто говорят, личная эффективность. Вот, кстати, Михаил сегодня уже так чуть опрашивал, да, под личной эффективностью, что понимаете? Такой модный термин, очень часто сейчас его слышу, да, что мы там, вот, мне надо повысить личную эффективность, вот, мы работаем над эффективностью сотрудников. Качество выполненных задач за единицу времени. Так, еще что? Есть еще версии. Задачи, количество выполненных задач за единицу времени. Так. Качество. Так, еще что-то. Ну, а из того, что еще мне накидывали, да, это возможность личной эффективности, чувствую себя эффективным, когда я, где бы я ни находился, могу ответить, если вот что-то требуется, да, и могу расставлять приоритеты, и могу, соответственно, что-то сделать, да, в том числе. Ну, это обычно связано с тем, что себя считают очень эффективными те, кто работают, например, там, в удаленном формате, да, они говорят, вот, у меня эффективность прям зашкаливает, а зашкаливает она потому, что, ну, вот тут я на море сижу, и тут же я задачи какие-то выполняю, то есть я успеваю прекрасно совмещать разные области жизни, да, я не сижу обязательно в офисе. Вот. Если брать вот эту историю про личную эффективность, то, конечно, Bittrex 24, как онлайновый инструмент, ложится сюда замечательно, да, достаточно ноутбука для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Плюс есть мобильная версия, да, это тоже, в общем-то, помогает. Если брать, что количество задач, которые выполняем за единицу времени, то мы опять возвращаемся к тому, что каждая единица времени для нас становится очень ценной, очень важной, нам важно заполнить ее чем-то полезным, чтобы чувствовать вот эту эффективность. И здесь появляется история, опять-таки, с мобильным приложением, да, ну, например, что я, как я его использую в дороге, есть возможность поставить какие-то задачи, есть возможность проверить, да, какие-то сделки, посмотреть, что по ним происходит, да, чтобы, опять-таки, ну, там, где требуется мое внимание, вмешательство, и есть возможность, например, собрали все визитки через мобильное приложение, добавили их в CRM-систему, тут же передали менеджеру. Очень удобно, когда на конференциях, на семинарах, а в моей именно работе, да, этого довольно много, там какие-то выступления, где-то что-то происходит, и чтобы не забыть, чтобы не писать это на визитки, сразу же в CRM, сразу же задачу, из CRM прямо прекрасно отправляются письма, если это требуется, да, из CRM может уйти звонок, и у меня вся эта история остается. Если мне нужно, да, то есть если я пообщалась там первоначально, поняла, что дальше, например, это клиент не мой, да, там в другой отдел, условно говоря, то я могу тут же переназначить ответственного, и он будет видеть всю эту историю, что у нас происходило раньше. То есть в плане личной эффективности и как инструмент удаленной работы, и как инструмент, который повышает нашу производительность, опять-таки, BITREX 24 откликается. Ну и последнее, последний инструмент, это BITREX 24, можно считать такой площадкой для тренировки по построению персонального бренда, ну, либо резюме специалиста, смотря, да, направленность компании. Что имеется в виду? Дело в том, что BITREX 24 задуман как большая социальная сеть, да, и в принципе, если мы туда не впишем старательно, там, не постараемся сделать что-то такое, чтобы разделить сотрудников по отделам, там, по рабочим группам, чтобы они вообще не пересекались, то он очень быстро превращается в свою социальную сеточку, и там начинают возникать свои звезды. И если кто-то вдруг из сотрудников, да, ну, хочет, как сейчас говорят, прокачать, да, свой бренд, то вот это как раз инструмент, где это можно делать и тренироваться. Почему? В BITREX 24 у каждого сотрудника есть возможность при желании выкладывать свои фотографии, делиться впечатлениями об отпуске, рассказывать там, например, как я провел лето и выходные, добавлять туда информацию полезную, поделиться какими-то, да, профессиональными знаниями. Это, с одной стороны, да, дает возможность людям лучше узнать друг друга, с другой стороны, конечно, пользуются этим не все, но, как правило, да, и если мы дадим какой-то другой инструмент, и даже в соцсетях не все пишут, многие только читают, лайкают, а тут, ну, вот такой вот инструмент, который дает возможность, да, прежде чем, условно говоря, выходить куда-то на большую аудиторию, немножко потренироваться на своих, порепетировать на кошечках. Но где это бывает актуально? Конечно, не все компании, это, как правило, компании, которые связаны так или иначе с публичной деятельностью, с выступлениями, с какими-то рассказами, либо там, где, где еще бывает актуально, там, где менеджеры так или иначе проводят презентации перед клиентом, им важно поддерживать образ себя как профессионала и строить этот образ. Как только это становится актуально, соответственно, в компании появляется, так или иначе, на это появляется запрос. Либо это мы начинаем организовывать тренинги, да, и говорить про самопрезентацию, говорить про навыки ведения диалога, про навыки рассказать о себе, так, чтобы не выглядеть только сухим, строгим профессионалом, но так, чтобы это еще оставались вот эти элементы живого человека, и как это правильно балансировать, да, то есть, что можно рассказать коллегам, что не испортит ваш образ как профи, что лучше не рассказывать, да, а оставить, в общем-то, для других социальных сетей, сколько добавлять информации полезной, когда можно закинуть фотку из отпуска, и сколько их закидывать, и в каком виде нужно быть на этих фотках, да, чтобы это было смысл закидывать в общую сеть. То есть, на уровне компании это все как инструмент, в том числе, используется. И благодаря тому, что это можно делать, да, в определенной рабочей группе, то есть, это можно строить, ну, вот, просто как инструмент обучения, да, и такой, как инструмент обратной связи. Все, ну, те, кому это интересно, да, объединяются в группу, и дальше получают вот такую обратную связь, то есть, это, ну, одна из возможностей именно для обучения. Вот, собственно, спасибо, да, немножко подводя такой вот чуть-чуть итог, что еще есть в Битрикс24? Это самое главное, то есть, это вот хороший инструмент, но это именно инструмент. Это вот как раз прекрасно сказала, да, Татьяна из Буше о том, что вот это вот рассказали, да, вот передо мной был доклад, это прекрасный инструмент, но я немножко про другое. Вот, на самом деле, в их истории, да, немножко про другое, потому что у них в основном офлайн, да, то есть, это люди, которые хотят что-то потрогать руками. И у нее прозвучала тоже прекрасная фраза о том, что компания должна быть живой, у них получилась живая человеческая история. А как сделать вот эту живую историю, когда все сидят за компьютерами? У них, в общем-то, сам формат, это, ну, подразумевает, да, это общение с живыми людьми, это все, что можно потрогать. То есть, а если все сидят в офисе за компьютером, и даже там компания достаточно большая, да, мало общаются, то Битрикс24 как раз дает возможность сделать вот эту компанию живой и познакомить людей друг с другом, и дать им вот этот инструмент для общения, для передачи культурных какой-то информации, для передачи вот этих ценностей, которые есть внутри компании. У нас учебный центр, мы обучаем работе с продуктами 1С Битрикс, как пользователей, так и программистов, и у нас есть отдельные курсы просто по использованию, нет отдельного курса для HR, да, вот на вторую часть вашего вопроса, есть курс по использованию Битрикс24 внутри компании. И там разные инструменты, и мы говорим, что вот этот инструмент, если у вас идет как на уровне HR, вы используете это, если задачи, да, и там бывает, что приходят из компании, нам нужно наладить проектное управление. Ну тогда мы рассказываем про те же инструменты, как их использовать на уровне проектов. Для Битрикса как запрограммировать что-то свое, то есть, например, взяли... Да, сделать приложение для Битрикс24, либо, например, как сделать интернет-магазин на основе Битрикса. Там тоже есть свои стандарты, но это не Битрикс24, у Битрикса два продукта, вот это ко второму, вот это туда. Как правильно программировать, чтобы сайт получился легкий, удобный и функциональный. Как инструмент для тестации сотрудников стандартная, которая по протоколу, по профессиональному стандарту, они уже внедрены в Битриксе, они есть, да? Нет. Нет. Как приложение? Как приложение, да. В штатной версии Битрикса, если брать облачную версию, там этого нет, в коробочную версию вы можете их добавить туда. Они реализованы приложениями, но тоже не по всем отраслям и не все. Если требуется, то их достаточно легко добавить самостоятельно, то есть там без программирования, просто в административном разделе можно заполнить и создать свои аттестации, свою сертификацию, да, то есть можно создавать свои... Добавляйте, например, свой учебный курс после него, аттестацию, либо можно добавить только аттестацию. Да.